Приветствую вас, знаете, я бы сказал, что в первую очередь вам не мешало бы поговорить со священником, коль уж вы выбрали для себя веру в Бога, коль уж вы выбрали для себя такую вот позицию, если вы придерживаетесь таких взглядов своих, да, это первое, что хотелось бы, наверное, сказать. Но с точки зрения психологии Бога, Бог и Соба позиционируются как некие конструкции, на которые человек перекладывает ответственность за свою собственную жизнь из-за себя самого, с одной стороны, и, с другой стороны, рационализирует то, что с ним происходит, что, в общем-то, не очень, не очень, опять же, опять же, здорово, да? Вот. Сама по себе болезнь, сама по себе болезнь, тоже является зачастую следствием психологических проблем. Если разобраться с болезнью и с тем, какими психологическими проблемами она вызвана, то, может быть, и сама болезнь уйдёт. Дальше. Здесь есть проблема такая, как чувство справедливости и, соответственно, чувство несправедливости. Вот. И в какой-то степени бессознательно, на мой взгляд, мания величия относительно того, что вы, вот именно вы, можете решать, кто достоин болезни, а кто не за, кто нет. То есть, ну, то ощущение, да, что вас взяли и, наказали, там, грубо говоря, наказали, да? То есть, вот, ну, просто взяли и наказали. Вот. То есть вы считаете себя, ну, в какой-то степени, значит, достойным наказанием. Вот. Ну, вопрос, опять же, заключается в том, только такая, простите, а почему вы считаете, что у вас есть за что наказывать, в принципе, вообще, да? То есть откуда, откуда вы, откуда вы это взяли? То есть, ну, откуда у вас эта вот идея, то есть, что вас нужно наказывать, да? То есть, если вот, ну, вы длите, значит, вы воспринимаете это, ну, воспринимаете, получается, это на свой счёт, то есть, опять же, вопрос, вопрос, в какой-то степени вам, понимаете? Вот. То есть, тут идёт, на мой взгляд, тут идёт какая-то вот идея, даже, немного неловко говорить, идея возмездия, что ли, то есть, вот, может быть, ну, вот так, понимаете? И, по моему мнению, в этом направлении это очень имеет смысл смотреть. Дальше, я постоянно задаю вопрос, кроме меня болезни некому прицепиться, только ко мне обязательно. Ну, здесь, опять же, у вас такая, так, к сожалению, инфантильная позиция, вот. К сожалению, потому что, тут вы воспринимаете, опять же, ну, болезнь, как некое такое вот, ну, как, некий такой элемент, некий такой элемент, некий такой элемент наказания. Прямо понимаете? Вот. И, на мой взгляд, по моему мнению, как бы это очень, ну, такая достаточно серьезная проблема. Вот. Ну, для вас. Для вас. это, опять же, то, что я могу вам сказать, то, что я могу вам ответить. То есть, в целом, Мне вот кажется, что у вас есть какой-то вот такой внутренний конфликт, на основе которого болезнь воспринимается как еще один аргумент после того, что с вами что-то не так. Потому что если бы у вас все было в порядке, то я думаю, что не было бы с этим у вас особых трудностей, не было бы у вас особо с этим проблемой. Это вот то, что можно вам отметить. Дальше, что еще хочется сказать, что в данном контексте у вас в какой-то степени имеет место быть позиция жертвы. Вот позиция личной безответственности по отношению к себе. И в общем-то этот момент нужно решать тоже. Потому что я смотрел, вы к нам их эзотерикам обращаетесь и так далее. Вот. Короче, вам точно не определиться о помощи каких специалистов вы хотите, потому что психология эзотерика в определенных моментах друг друга взаимно исключает. Вот. Такой вот. Я могу дать вам ответ. На этом все, пожалуй. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Спасибо.